Вас приветствует канал Мошенники Аферисты и Фармазоны. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не могу найти Субтитры сделал DimaTorzok 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 заговариваться Ну вы же понимаете, что аналитик получает процент от вашей числой прибыли Если у вас счет условно 20 тысяч рублей, я просто знаю, как работает Тинькофф Им нет интереса с вами работать Даже как бы вы с ними не договаривались, им неинтересно будет с вами работать Аналитиком конкретно компании Тинькофф Молодой человек, зачем вы мне сейчас это рассказываете? Мне просто интересно, как вы говорите, что работаете с аналитиком И при этом вы говорите, что у вас счет не достигает 3 миллионов рублей Тинькофф как-то у вас получилось Вот каждый раз, когда я что-то делаю подобное Когда мне получается с кем-то договариваться Каждый раз мне начинают задавать вопросы в разных сферах А как у тебя это получилось? А почему у тебя получилось, а у меня не получилось? Ребята, я согласен, что вы можете удивляться Ну, смысл вам? Ну да, у меня получаются такие вещи Я могу договориться с людьми Но это не значит, что я буду всем рассказывать Потому что если все начнут договариваться, то перестану договариваться и я Понимаете, что это ноу-хау, это те секреты, которые не выдаются Да, у меня получается договариваться Я могу договориться о многом Мне вообще кажется, что российский дипломатический корпус Много потерял От моего отсутствия Но я не буду сейчас вам рассказывать Я вышел на контакт с представителем, со специалистом И, в общем, обсудил услугу такую Да, консультационное инвестирование Они эту услугу еще в бета-режиме они тестировали Но я кое-какие аргументы привел И кое-какие у нас есть Я общался, скажем так, с инвестиционным отделом И у нас кое-какие общие знакомые есть И все мне дали, даже не одного аналитика, а двух дали А, и какими вы активами торгуете? Ну, я, собственно говоря, сейчас вот туда деньги завел И жду Сейчас же коррекция идет на рынке России Все падает Вот жду, когда коррекция закончится Мне посоветовал аналитик Тогда начну покупать акции Закупать буду оптом и в розницу То есть, вы планируете торговать именно акциями? Акции и эти, как их? Я не знаю, как они называются Только учусь еще На сырье, которое Ну, как они? Такие вот То, что договариваемся О сроке поставки А договариваемся сейчас А поставка будет по той цене По которой договорились позже уже Как она называется? Я не очень понял Ну, на сырье Как можно сырье покупать? Ну, не нефть эту или газ Как можно купить? В виде чего? Ну, есть несколько вариантов В деконтрактах ты бываешь торгуете на фьючерсы О, на фьючерсы Фьючерсы, да, точно Фьючерсы Ну, вот с фьючерсами Да, да, да Я понял Ну, я насколько вижу Сейчас посмотрел Вы прошли регистрацию в нашей компании В ноябре прошлого года И вы говорили, что вы уже Стали-то начали работать в компании Мне вы только что сказали, что совсем недавно начали У вас какая-то ошибка Не более месяца Не более месяца Не более месяца? Да Ну, я просто вот вижу Я думаю, вы понимаете Это то, что мы как бы ведем клиентскую базу И вот вижу, что с вами общался Александр Никитов И вы ему еще вот год назад сказали То, что работать в компании Тинькофф Может, он что-то перепутал Может, я собирался работать с компанией Тинькофф? Ну, вот я вижу Вы сказали ему То, что вы инвестировали 85 тысяч в Тинькофф Тоже сказали, что там лучше условия Дохода больше Ну, и меньше Если база у вас То там какая-то ошибка Может быть, под моим именем Под ячейки перепутал кто-то То есть, вы планируете торговать именно фьючерсами В компании Тинькофф? Ну, планирую Не рассматривали ли вы для себя вариант торговли на CFD контрактах? Это гораздо более прибыльно И менее время затраты Чем торговли на CFD А чем отличаются? Ну, смотрите Фьючерс Как вы говорите Там та же самая нефть То есть, это Вы там купите ее Эту нефть По определенной цене Ну, и она у вас, как бы, будет фиксирована И вы можете там продать эту нефть Через год, через два Если же вы торгуете на CFD контрактах То у вас есть возможность Когда продать ее в любой момент То есть, вы При покупке актива Вы открываете У вас CFD контракт То есть, у вас Среди цена покупки Ведь это, по сути Ну, с простыми словами Это контракт на изменение цены Да, CFD контракт И так гораздо больше можно зарабатывать Ну, и Прибыль получать гораздо быстрее Так на фьючерсах Вы можете купить актив Продать его через год А так Вы можете его купить И через 10 минут Вы можете его продать И уже по более высокой цене Это гораздо более выгодная торговля Так я и фьючерс могу Через 10 секунд Даже продать После покупки Можете, конечно Но вы не получите То, что могли бы получить При торговле на северный контракт Чего я не получу? Чего именно? Ну, потому что Вы получите меньше прибыль Почему меньше? Почему меньше? Ну, смотрите Вы когда Открываете Ключерс контракта Вы договариваетесь По цене И сроке поставки Да? Ну, ну да А при CFD контракте При покупке У вас просто фиксируется цена Вы не договариваетесь Комострока, подхабки И так далее Ну, так я же фьючерс могу Не держать до экспирации Я же могу сразу продать В зависимости от изменения Базового актива Стоимости базового актива Цена фьючерса меняется Оно может за минуту взлететь И за минуту упасть Я могу сразу ее продать Не держать до экспирации Но Я понимаю, что вам трудно Фьючерсы Как вы можете продать Через 10 секунд После покупки Точно так же Как и купил Так и продам Выставлю Заявку и продаю Мне вообще показывали Как Гоняют Фьючерс на Доллар Сишка называется Они могут Не успели купить Буквально сразу же Готовят на продажу И там меняются Копейки Но зато За счет того, что они там Покупают Допустим 50 фьючерсов Они очень неплохие деньги Ловят Скальпет Фьючерсы даже скальпет Понимаете? Я понимаю, да Газпром Инвест Ходинг Фьючерсы Так быстро не продает Да? Он как-то хомячит их Ну Я просто не Я не эксперт Да, поэтому Мне немножко Дема не далека Скажем так Я как бы Давно этим занимаюсь Но с фьючерсами Никогда дела не имел Чувствуется Чувствуется, да Что не ваше Это не Чувствую Ну давайте я вам тогда Вот хоть я и сам Неуч Но вам в этом плане Даже что-то полезное Для вас сделать могу Вы запомните Что фьючерсы Прям очень быстро Можно продать Ну вот как-то так А вы расскажите Немножко О вашей компании Потому что я пытался Собрать информацию Вот Какие-то отзывы Почитать О Газпроме Инвест Холдинге Я Слово Газпром Оно же ведь Очень брендовое Очень и очень Так вот как-то Я посмотрел И я не нашел Практически Ни одного Восторженного Отзыва От клиента Газпроме На исходнице Вот там Классная аналитика А Тинькове Полно А вас нет Почему же так Это основное Такое А где вы В интернете В интернете В интернете В интернете То есть В интернете И не нашли Никаких отзывов Ну а Газпром Инвест Холдинге Ну никаких Никаких Нету Что Можно Плохо Искали Да Уху Я хорошо Я хороший Хорошая Ищейка Ну серьезно Говорю Ну я вижу То что даже Вот на Яндексе Есть отзывы Ну как вы Эти Скали Ну давайте Сейчас Вот посмотрим Может быть Так Газпром Инвест Холдинг Отзывы Так А для вас Отзывы Это Гарантия Какого-то Качества Не Ну как Гарантия Гарантия Конечно Не может быть Ну почитай Так Интересно Посмотреть Вообще Чего Люди Пишут О компании А тут О вас Смотрел Ну как И как То Вот Да Отзывы Яндекс Яндекс Ру Да Есть Появился Какой-то Отзывы О Газпроме Входим На Смоленская Москва Малый Новопесковский Переулок 8 Яндекс Ага Ой А что-то Вас вообще Единицу Единицу Вам Вкатили А что Так То Вот Отзывы Могут быть Разные Понимаете Что Кому-то Что-то Нравится Кому-то Что-то Не нравится Понятное Дело Что Отзывы Не могут Быть Всегда Положительные Ну да Ну да Алло 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 Да У вас Это со связью Вы гудели Только что Алло Всегда Положительными Либо Всегда Негативными Понимаете Ну да Варьируется Варьируется Отзывы Я понимаю Понятное дело Могут быть Единицы Могут быть И пятерки Вы же когда Искали Отзывы Одинков Там Были Какие-то Хорошие Отзывы Были Какие-то Да Были Были Конечно Были И плохие Были Даже Откровенно Матерные Отзывы Были Все Было Ну ладно Тогда Вы В принципе Меня убедили Тогда Смысл Искать Отзывы Не очень Не очень Много Смысла Так а Вот Как вы Сколько у вас Клиентов Вам точное Число Сказать Ну так Приблизительно Округлите До Десятка Ну Если брать Только Те Которые Работают С Аналитиком Где-то В районе Там В районе Где-то Тысячи Это Именно Те Которые Работают С Аналитиком Есть Так же Которые Работают Самостоятельно На Наших Платформах А Не могу Вам Сказать А Всего Сколько Всего Сказать Вам Не Могу Ну Здравствуйте Ну Приблизительно Я Не владею Информацией Сколько Всего У Нас Клиентов Потому Что Каждый День Заходят Новые Что Приходит Уходят Есть активные Есть неактивные Клиенты Понимаете Я Могу Сказать Миллион Клиентов Но Какие Активные Я Не знаю Какое Количество Люди Действительно Активно Торгуют И Зарабатывают Я Не Не Могу Могу Сказать В районе Миллиона Полутора Миллиона В Работы А Кто Действительно Торгует Кто Не Торгует Ну Это Никакой Информацией Я Не Владею Ну В принципе Да Да В принципе Там Миллион Полтора Кто Их Там Считает Ну Ясно Ну Хорошо А Как Получается Вашим Клиентом Зарабатывать Конечно Получается Особенно Те Кто Работают С Аналитиками Конечно Получается Зарабатывать А Сколько А Сколько У вас Они Зарабатывают Сколько Ну По Разному Зависимости От Уровня Личного Счета Да Сумы Которые На Личном Счету Находят Ну В Процент Средняя Прибыль Где-то Средняя Месячная Прибыль Где-то Сставляет Равене Там Где-то От 9 до 15 Процентов Грубо Говоря 11 Ну 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 Как Ну Не Не То Чтоб Сильно Много Но Ну Хочешь Луком А Я Пока Еще Не Так Я Еще Что Жду Пока У меня Еще Никакой Прибыли Нет Коррекции Я Жам Рассказываю Вы Собираетесь Я так понял Создать себе Как портель Акции И Просто Держать И потом До Выгодной Цены И потом В определенный Момент И Продать Это Уже Как Аналитики Мне Скажут Я Им Доверяю Как Скажут Так И Буду Делать Они Пока Говорят Сидим Ждем А Потом Про Продаем Потом Покупаем Ну Как Скажут А вы Мне Вот Что Скажите Сейчас О чем Что я Вас хотел Спросить А вы Перебили Что я Вас хотел Спросить А Сколько У вас Аналитиков Аналитиков Ну Да Вы Вы Пытаетесь Ту Информацию Которая Нам С вами Абсолютно Не Нужна Ну Или Вам Она Абсолютно Точно Так Да Не Нужна Количество Людей Количество Аналитиков Алло Алло Плохо Слышно Вы Мимо Гарнитуры Говорите Алло Да 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 Вы Вы Пытаетесь Информацию Которая Вам Абсолютно Не Нужна Ты Спрашив Количество Людей Вы Спросите Количество Аналитиков Точно Так Как Прийти В банк И Спросить У них Сколько Менеджеров Работает Именно В этом Отделении Или Вообще В целом Вы Не Нужно Мне Это Да Которым Вы Могли Заработать Правильно Не Нужно Мне Да Количество Людей Ну Действительно А что Я тут Задаю Вопросы Неудобные Не Обнагревали Я Вы Должны Для Понимать Это Выгоду Которую Мы Можем Показать И Если Правнивать Синьков Она У нас В разы Лучше А какую Вы Выгоду Можете Показать В разы Лучше Чем Показать Как минимум Повторю Как минимум Я повторю Выгода Работает Преимуще Вас Плохо Слышно Сделайте Что-нибудь С вашей Гарнитурой Но Вообще Не Слышно Меня Хорошо Слышно Вы можете Рассчитывать На Среднее 11% Заход Ну Вообще Тиньков Мне Говорит О том Что У них 15% Почему Это У вас Выше Если У них От 15% И До 20% Чем То Почему Это У вас Выше Я Автом Не Регистрирую Свою Счет Тиньков На Миллион Мне Говорят Что Мы Аналитики Помогают Аналитики Тинькова Помогают Людям Зарабатывать От 15% Если У вас Выше Я Мне Логично Было Бы С Вами Начать Сотрудничать Но У вас То Ниже Вы Меня Просто Опять Перебили Я Повторю Что В Автоматизированной Торговле Вы Можете Рассчитывать На 11% Доходности В среднем Когда Вы Заходите Развивать Твой Торговый Счет Минимальный Процент Доходности Который Мы Показываем Это 20 Помимо Этого Наши Аналитики Работают Любых Типов Счетов Вы Можете Присупить Хоть Десяти Тысяч И Начать Зарабатывать Такой Возможности Не Имеется А Аналитики Там Предоставляются Достаточно Крупных Счетов Вы Говорили Что Вы В этом Семе Как-то Договорились И С вами Работают Два Аналитика Но Извините Я Прекрасно Знаю Эту Компанию Я Просто Не Верю В То Что Там Они Пошли На Какие То Уступки И Начали С вами Работать Люди Которые Работают Тинькофф Это Расчетные Люди Которые В первую Очередь Думают О своей Прибыли Извините Извините Я Вынужден Вас Перебивать Они О своей Прибыли Как раз И Думают Потому Что Я От Своей Прибыли Плачиваю Им Солидную Сумму Это Кстати Одна Из Таких Договоренностей Да Одна Таких Договоренностей Я От Своей Прибыли Буду Платить Им 25 Процентов То Конкретно Аналитику Еще 25 Процентов Да Именно Не 20 Не 15 Процентов Платят А Буду 25 Платить И Поэтому Именно Люди А У нас Всего Лишь 20 А У нас Всего Лишь 20 И При Этом Готовность Аналитиков Работать Даже С Минимальным Типом Счета А Зачем Мне Минимальный Тип Счета Я Не Не Обделен Зачем Мне Минимальный Тип Счета Под Санкциями Вы Поймите Что С Санкциями На Сегодняшний А Газпром Не Под Санкциями Вы Будете Работать Не У Меня Ну Я Не Собирался У Вас Работать А Мы Аналитическая Компания Которая Предоставит Вам Информацию Которую Вы Сможете Использовать Так Газпром Под Санкциями Вы Работаете Через Банк Если Мы С Которая Представляет Типов Я Сразу Не могу Ответить Что это Мошенники Начинается Ну Некрасиво Молодой Человек Везде Где Лучше У вас Везде Мошенники Ну Конечно Если Они Вас Обходят И Перебивают Вас Ваших Клиентов Своими Ноу Хау Если Они Более Конкуренто Способны Чем Вы Они Сразу Мошенники Ну Так же Нельзя Так же Некрасиво Я Понимаю О чем Я Говорю Газпром Не Под Санкциями Вы Говорите Хвастаетесь Тинько Под Санкциями Ухаряете Его А Сами Не Под Санкциями Что Ли Я Вам Еще Раз Вы Будете Работать Не Со Мной А Мы Будем Предоставлять Информацию Когда Я Говорю Вы Под Санкциями Я Лично Имею Ввиду Понимаете Что Я Не Вас Лично Имею Ввиду Нет Хорошо Мы Мы Не Под Санкциями Как Вы Не Ограничены Выходя На Торговую Площадку Подождите Значит Сейчас За Вопрос Газпром Вы Можете Зайти В Интернет Санкции Ну Вот Вы Под Санкциями И Санкции США На Вас Есть И Санкции ЕС На Вас Есть Газпром Под Санкциями Что Вы Такое Говорите Какие Санкции Хорошо Экономические Политические И Всякие Там Санкции На Вас С Вами Не Работают Вы Газпром Под Санкциями Прекрасно Какой Именно Газпром Весь Газпром Газпром Который Занимается Подставками Газа Конкретно Газпром Инвест Который Газпром Продажи Транспортировки И так далее И добычи Не имеют Абсолютно Никакого Все Весь Конгломерат Весь ПАО Газпром Включая Газпром Нефть Газпром Там Все Газпром Пицца Газпром Инвест Холдинг Все Весь Под Санкцием Хорошо Назовите Мне Санкции Которые Конкретно Затрагивают Деятельность Газпром Инвест Холдинга Конкретно Сферу Инвестиций Назовите Мне Санкции Которые Затрагивают Эту Сферу Ну Это надо искать конкретно по газпроме холдингу надо потратить какое-то время но вообще-то я так понимаю что вы ограничены валютных делах вас заблокированы корс счета если у вас они были вот в американских штатах америки до заблокированы и теперь вы не можете туда до выходить вы с вами не не работает на из нас так не работает мы пацан опять что-то со звуком у вас и для того чтобы как минимум никак санкции не влияли на ваш капитал и вообще все ситуации которая происходит в стране работаем через банк через что через что вы работаете я не плохо не понял через что вы работаете через транс национальный банк это какой-то национальный банк где работают одни трансы я хотел бы хочу посмеяться над вашим изобретением вы только что на ходу придумали новый банк ну как пишу транс национальный банк транс национальный банк так дальше так коммерческий банк транс национальный ухты банк россии себе ru так на центробанк и сейчас я захожу туда так общество с очень ограниченной ответственностью полное фирменное наименование да есть извиняюсь все изменилось коммерческий банк транс национальный банк общество с ограниченной ответственностью сокращенное фирменное звание кб транс национальный банк регистрационный номер 2108 дата регистрации девяносто втором году основной государственный номер такой-то адресу сустава первых хвостов переулок москве про определенный банк мне нужно чтобы вы мне нужно чтобы вы просто прочитали что такое целом транс национальные банки таки это это не с этим банком вы работаете а вы через какую работаете сделайте что-нибудь со звуком не не слышно вас я не могу вас каждый раз перед говорю мы работаем через несколько транс национальных банков один из наших партнеров это райфайзенбанк это банк российский к чему на транс национальный есть американцы твой немецкий на немецкий но он у нас я с райфа про райфайзен очень хорошо знаю я собирался в них открывать счета это российская дочка а почему он транс национальный это как он контролирует валютные и кредитные операции на мировом рынке как контролирует валютные и кредитные который ну как можно контролировать валютные операции я чуть-чуть не могу понять что он делает потому что он выступает на этом рынке потому что этот банк имеет он артист кредитное финансовое учреждение с широкой сетью заграничных представителей филиалов и отделений точка отделения райфайзенбанка есть не только в россии именно поэтому он и имеет сам представитель до райфайзенбанк не под санкциям это вы абсолютно правильно сказали до да потому что он не является по сути российским банком в россии просто было открыто представительство райфайзенбанк это точно так же как если взять спиры банк в них точно так же было открыто представительство в европейских странах но оно закрылось понял понял для деятельности таких банков характерно высокая доля международных операций запятая глобальный характер деятельности запятая широкий спектр и универсальность предоставляемых услуг это вы тут не дать не дочитали что-то основными клиентами являются транснациональной корпорации запятая иностранное представительство и государственные институты международной организации понятно понятно к транснациональным банкам относится дочь банк юбис city group банков токио митсубиши банков америка сбербанк сбербанк тоже транснациональный фигасе и другие ну все уже не читаю все уже хватит увещевать почему нет не тинькофф банк это тинькофф инвестиции я не знаю тинькофф и тинькофф тинькофф инвестиции то что я знаю на больше я ничего не 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 докапывался тинькофф и тинькофф все хорошо вы просто тинькофф выступает только в банке вы понимаете как участник финансового рынка как он выступать может быть выступает может торговать на финансовом рынке это да согласен так и вы думаете я понимаю да правильно я понимаю а куда вы зашли и что вы смотрите что вы конкретно смотрит можете можете написать в интернете тинькофф инвестиции ну хорошо все тинькофф инвестиции так сейчас захожу туда нас увидел конечно видео так ну я на сайте тинькофф инвестиции дальше кто частная компания что частная компания а кто прям частная компания потому что вы говорите какие-то вещи которые идут противоречия уходят с моим пониманием зверь инвестиции это подразделение сбера ну вы не было такое мнение а частная компания то начали что кто-то выкупил сберы отдельно а вот какой-нибудь там плюшкин иван иванович создал себе отдельно сбер инвестиции паразитирует на честном имени сбера являясь при этом частником хорошо у меня к вам такой вопрос вот будет вы тинькофф инвестиции да вот ваши аналитики с которыми вы там общаетесь через какое приложение вы с ними работаете ну то которое скачали в рус тур тинькофф брокер а какое вы скачали там тинькофф брокер ну да ну оно такое сейчас я вам покажу вам оно такое черненькое а там белый герб и какой-то кусок графика вот оно у меня на телефоне подписано как инвестиции ну тинькофф инвестиции ну конечно я там последнее время я там только и пашусь посматривать читаю там у них столько материала это просто вагон просто ну конечно ну я туда собственно говоря я же карту открыл тинькоффе не привозили карту такая дамочка приехала карту мне привезла ну все мурыжило меня в этом подписывали много чего там фотографировала она меня а я ее и потом с этой карты собственно говоря я осуществлял пополнение потому что так если там допустим по системе быстрых платежей пополнять то там больше 150 или даже 100 тысяч нельзя а мне надо было 300 загружать и я только через карту специально под эту через карту тинькоффа загрузил всю что у меня есть алё а что вы загрузили ну деньги сначала перенес на карту банкомат пошел желтенький такой красивый банкомат у них я туда ввалил эти деньги а потом забросился на брокерский счет я же вам рассказываю на свой вот я их вижу вот я сейчас захожу вот в этом приложении вот у меня сейчас 300 2000 да так и есть как было хорошо вы я просто пытаюсь понять вы говорите забросили на свой счет брокер ну как вы это сделали вы сейчас вот чем слушали я же вам только что рассказал вы можете повторить я не раз взял деньги которые у меня были наличкой в барсетку пошел к банкомату тинькофф забросил их туда я перенес я не это имею ввиду я не это спрашиваю я понимал банальные вещи алё вас не слышно да обычный тинькофф black перевели деньги на брокерский счет элементарно там если заходишь банковское приложение во первых у самого я уже с вами заговариваться начинаю вот у меня брокерский счет вот пополнить нажимаю кнопочку плюс пополнить с тинькофф black сумму выписываю я перевел не все у меня на тинькове еще осталось на всякий черный день там четвертак я оставил 25 с копейками вот я указываю сумму и на мне автоматически после нажимания кнопочки по пунде но у меня пополняются это все знают для этого тинькофф black и нужен потому что есть еще и под этого тинькофф black и нужен потому что если я буду с другой карты пополнять или через систему быстрых платежей если через сбп то не не будет комиссии но там мало там не больше 100 тысяч в месяц а из другой карты с меня комиссию возьмут поэтому я тинькофф black и завел себе карточку же вам рассказываю вот хорошо это я понял а вы пополнили свой счет да дальнейшие действия у вас какие были ну я вот сижу и сейчас изучаю приложение потому что мне мои эти эксперты которые там за мной закреплены ну или я за ними закреплен это такое дуалистическое то они мне сказали пока ничего не трогаем сейчас рынок скорректируется все упадет и тогда мы закупаем сразу на всю котлету не она потом лезет вверх и в общем мы сразу начнем зарабатывать тут рынок сейчас сегодня завтра послезавтра максимум скорректируется и мы сегодня начинаем закупку и увидим то что там 300 тысяч с вами работают два аналитика да возможно даже больше да помимо этого минимальный процент доходности который вам там как-то подачкать 20 процентов правильно 20 а то что мне обещают от 15 и выше там до 20 они там называли цифру но я не запомнил до 25 по моему ну может и больше я не знаю сейчас если начнем закупаться то мне кажется 100 процентов больше будет то есть начнет расти все да 3 они меня меня не ограничивали в сказали что желательно конечно побольше завести но я больше чем 300 побоялся у меня есть на всякие случаи деньги но я побоялся думаю мало ли непонятная компания еще они не 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 сотрудничал с компанией ну вдруг чего вдруг чего подумал я и тут пока ну а меньше на то тоже нету смысл нам же ну им же тоже что то есть хочется они должны 22 этих аналитика должны как-то тоже какую-то выгоду иметь поэтому я решил внутрь 300 заброшу остальные посмотрю придержу как оно будет ну вот туда забросил вот так им на на всех на них я 25 процентов от прибыли договорился выплачивать они наверно там я так понимаю 20 процентов или 15 процентов будет отдавать на учреждение в общей на общее будет отдавать 5 процентов лично себе на карман ну им тоже им интересно мне не жалко я хочу если я буду зарабатывать много то можно и поделиться да только проблема в том что вы сейчас не зарабатываете правильно ну сижу буквально пару дней сижу жду можно подождать а 15 говорите про пару дней хотя я вижу что вы еще год назад в нашей компании говорили что вы уже начали работать пить в乾фу я не понимаю как так получается что вы мне вот на год назад в нашей компании нашему менеджеру говорить что начали работать с пикок сейчас вы мне говорите что два дня назад начали опять 25 вы были при этом разговоры вы нет я только один раз я только один раз и решился вот относительно недавно я туда закину ваша ваша эти самые клерки там чё-то на по написать непонятно мне потом чё отвечаю вы были при том разговоре не звонили неоднократно что-то конечно были когда мне звонили там непонятно кто и потом непонятно что писали вы были сами откуда вы знаете может этот человек нам напутал и написал не то что нужно ничего вы не слышали вы сказали что это вообще было другим менеджерами вообще вы только читать зачем он понимать ситуацию они позвонили чтобы зарабатывать или что в ситуации позволь по понимать так я не пока еще не вот вы странно ведете разговор вы пока мне объясните для чего мне с вами работать понимаете я же я же изо всех сил пытаюсь выяснить муж вы хорошая компания может я зря тогда не дал вам шанс а вы меня на мои вопросы не отвечаете говорите все вы так это вопросы лишние задаете и начинаете понимать ситуацию уже 20 минут сидите еще ничего не поняли но продолжайте понимать понимание вам денег кармане не прибавит и мне тоже понимаете хорошо работать с нами нужно для того чтобы вы увидели даже на начальных этапах минимальная 20 процентов доходности помимо этого если мы с вами говорим о проценте которым получаем мы с вашей прибыли то это будет 10 процентов также у нас нет такого нормального активировал счет и сидит все деньги живые они имеют возможность развития ежедневно понятно понятно ну то вы видите наконец-то пошла от вас толковая информация видите наконец-то я вот после моего увещевания вы взялись за ум и начинайте мне теперь хоть хорошо рассказывать вообще не понимал зачем вы мне позвонили так это серьезная заявка на победу видите как мы с вами работали спелись вообще для того чтобы увидеть своими глазами доходность вы не обязательно должны прислать большого капитала мы заинтересованы в долгосрочных отношениях поэтому попробовать вы можете с любой суммы приемлемой для начала ой как это вы как это вы так закамуфлировали мои сто тысяч ну так назвали что я сразу а почему сто тысяч потому что больше я пока не дам я еще пока не не уверен что с вами можно поводотворно работать а меньше для меня смысла нет ну я вам говорю о том что пока вы не видите вообще смысла в нашем с вами сотрудничестве вы действительно можете попробовать какой-то маленький а как я смогу там что-то понять никак не могу понять как я смогу понять как я смогу это понять я смогу это понять что я увижу своими глазами вы познакомиться со своим личным специалистом откройте несколько сделок и большого капитала увидите процент доходности как это все работает и уже дальше сможете сделать выводы так а какие я никаких выводов не смогу сделать что специалист смог сделать с моими там сколько вы говорите десятью тысячами своими десятью тысячами все из этого я не смогу сделать правильные логические выводы о том что если я заведу туда допустим сто тысяч то будет пропорционально нет а со 100 тысячами в другое время в другое в другой ситуации рыночная ситуация изменяется может быть совершенно другой результат я его никак не смогу предсказать экстраполяция здесь за пределы десяти тысяч она не работает и думать иное было бы логической ошибкой поэтому поэтому я вот с такими мелочевками и ну и не 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 разменивать 0 нет это тоже было бы логически неправильно я этого не утверждаю я утверждаю что то что эксперт может сотворить чего-то хорошее с моими десятью тысячами абсолютно не значит что он тоже самое сможет сотворить с моими ста тысячами вот это да мы так я считаю это не значит значит не хорошо давайте с вами тогда посмотрим другим образом тем более когда у вас есть такая возможность один из следующих аналитиков из нашей компании сейчас находится у нас вот здесь я просто переведу вас сейчас на инспектор более подробно пообщайтесь с ним по поводу работы по поводу сотрудничества он вам более подробно сможет на моментах рассказать я уже замахался молодой человек я не буду сейчас общаться я с вами уже общаюсь сколько там 50 минут а как он мне может подробно рассказать так чтобы нет это не заняло много времени он мне подробно все-таки будет рассказывать или нет ну подробно рассказ он всегда требует времени даже при небольшом списке вопросов ну хорошо ладно тогда давайте тогда зовите да да конечно устроить 10 минут всех устроить хорошо тогда ожидайте на линии сейчас я приведу вас на аналитики ну да ожидаем отключил микрофон этому балбису надоел сейчас поставлю на паузу добрый день георгий верно верно я ничего такого не хотел это меня ваш товарищ который переключал что-то решил что мне надо пообщаться с вами на каких основаниях он сделал таких вы такой вывод я даже вообще не знаю ой вас плохо слышно а теперь хорошо ага замечательно говорю скорее всего вас увидели потенциального хорошего партнера инвестора поэтому решили переключить соответственно на нас хотелось бы с вами познакомиться прежде всего да георгий расскажите пожалуйста о себе есть ли у вас опыт работы только-только начинаю получать этот опыт слушайте вы так 10 минут не уложитесь у меня позавременем не очень много вам этот товарищ сказал что вы за 10 минут все делать же вы скорострел такой же за 10 минут все расскажете а тут начинаем опять опыт работы ну вот он я задаю вопросы почему спрашиваете почему спрашиваете почему спрашиваете потому что приходят люди с разным опытом и мне хотелось бы понимать кем ты именно вы потому что понимаете есть люди которые работали с банками которые работали с инвестиционными компаниями и это совсем разный опыт особенно в наше время смотрите значит я на данный момент активировал свой счет в Тинькофф инвестиции а пока еще ничего не покупал потому что рынок россии корректируется вот он когда закончит корректироваться мы сразу начнем покупать но я там уже деньги туда завел застолбил вот большего опыта у меня нету ну кое-что почитывал конечно так знаю что такое стоп лосс и профит это я все знаю а так я понял да 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 а так больше ничего особо так не профессор скажем так понятно ну знаете все такие были это нормальная практика я почему интересуюсь потому что знаете если вы сказали то что у вас опыта толком нет я так понимаю вы только пополнили счет и не успели даже ничего купить то есть никакой прибыли выгоды тейк профита да скажем так у вас еще не было верно еще не было но мне посоветовали просто если ты как раз попал на коррекцию то можешь конечно что нибудь там и шортить но шортить дело такое ты еще не опытный давай лучше подожди пару дней посиди а там потом начнем а вы знаете как долго может продлиться коррекция ну теоретически до конца света да совершенно верно дальше наверное не будет почему это я почему это я потому что сейчас рынок российский в принципе ведет себя не совсем хорошо а если вы знаете на прошлой неделе даже московские биржи закрывались были сбои и сейчас вас плохо слышно ну точнее вообще не слышно вот так получше вот так получше ну не очень вас вы тихо говорите как вот так получше вот так получше да так и сидите российский рынок сейчас хорошо российский рынок сейчас явно не очень стабильный сейчас намного лучше работать с международным рынком с международными акциями с зарубежными компаниями там намного больше ликвидности намного больше спрос и в принципе шортить лонговать намного приятнее скажу сразу ну понравились они отзывы о них хорошие приложение вот я установил товарищи в интернете посоветовали там есть один специалист такой серьезный в одноклассниках тоже говорил что Тинькоу лучше всех но если говорить про российский рынок возможно а знаете ли вы что сейчас в принципе все российские брокеры в том числе Тинькоу альфа банк допустим работают через зарубежных партнеров из-за танков а нет не знал во всем они там работают дело не в том чем а в том что у них сейчас регистрация брокерской компании проходит через кипр допустим тот же альфа капитал альфа это брокер от альфа банка они зарегистрированы в кипре и даже недавно перевели 20 сотрудников туда скажем так в обход санкций в обход налогообложения лишнего вообще абсолютно не знаю а я думаю что такое невозможно ну невозможно почитайте это на официальных ресурсах то есть вы увидите про альфа банк можете прямо особо ну хорошо давайте альфа банк альфа капитал альфа капитал хорошо после разговора не будет на это время тратить вы мне подскажите георгий управляющая инвестиционная компания альфа капитал управления паевые инвестиционные фонды это вообще другое совсем другое это брокер альфа банк это брокер альфа банка через них они работают нет это управляющая компания генеков банк и тиньков инвестиций это два разных скажем так проекта вы ошибаетесь это просто управляющая компания альфа брокер это альфа инвестиции Ладно, Георгий, давайте так. Вы у нас прошли регистрацию, заинтересовались, давайте поделать. Вам уже менеджер, думаю, поверхностно все объяснил. Я так понимаю, возможно, вы хотите спросить, как будет вести план работы. Вы как вообще заинтересованы, более активная работа или более активная? Более активная, это насколько активная? Ну, если хотите более-менее нормально зарабатывать, то каждый день хотя бы по часу. Ну, такое устраивает, да. Замечательно. Смотрите, план, если какой. Я являюсь, к примеру, вашим аналитикам, да, я вам буду давать торговые сигналы, что покупать и когда продавать. Соответственно, если это пусть он сравнивать с тем же тейком инвестиций, там у вас одна сделка может висеть, ну, откровенно говоря, очень долго и принести вам, дай бог, 300 рублей, образно говоря. С этой концепцией я уже знаком, что все вокруг лохи, одни мы, Д'Артаньян. Это я уже понял. Нет, нет, ни в коем случае. Я ни в коем случае не хочу сказать, что чей тейком инвестиций лохи, как вы говорите. Я просто про то говорю, что они работают только исключительно с российским рынком. Российский рынок может просто стоять, понимаете вы. А здесь мы работаем более по фундаментальному анализу и покупаем то, что прям по новостям актуально именно сегодня, именно сейчас. Соответственно, у нас с вами сделки будут максимально краткосрочные. Мы сегодня купили, завтра мы продали. Подождите, уже определенный процент. А мы это кто? Кто вы? Что, дурак что ли? Ну, а просят кто вы, это что слился. Прямо же интересно. Сейчас он скажет, что у него связь прерывалась. Поспрашивает, а кто мы сегодня? А он звонит опять. Алло. Алло. Вас не слышно. Алло, перерывалась. Вы уточнили, кто вы, да? Презвоните мне сообщить. Я не уточнял, связь бросилась. А, связь бросилась, понял. Так, кто вы? Я имею ввиду мы, имею ввиду я и вы, допустим. Да, я как аналитик, вы как клиент. Я это имею ввиду. Ну, вас как аналитика на международный рынок не пустят самого. Вы явно говорили о какой-то компании. Как ваша компания называется? Компания называется Uniglobal. Мы международный брокер. Прямый партнер Just2Trade, FXPro. И мы предоставляем выход на международный рынок. Не, мне неинтересна непонятная компания с непонятными названиями. А почему непонятно? А почему непонятно? Мне изначально звонил Gazprom Invest Holding. Вот к этому названию. Правильно, вы пришли по проекту Gazprom. Совершенно верно. Ну, я не знаю. Я, если проект, не проект, я буду работать с юридическим лицом, название которого есть слово Gazprom. А с всякими жлобовыми я работать, я не знаю. Я не думаю. У вас плохо слышно. Алло, вот так лучше? А вот так хорошо. Газпром, брокер, в принципе, не существует. Вы можете позвонить на прямой в Gazprom, и они вам расскажут, что в Gazprom Инвестиции такого брокера нет. Есть проект. В Gazprom Инвестиции есть. Ну, Gazprom Банк, брокер есть. Газпром Инвест Холдинг тоже брокер есть. А вот только что с вашим товарищем отношу. Это имеется в виду проект есть. Но именно брокер, Gazprom Инвест, такого брокера нет. Вы можете позвонить на прямой в Gazprom, и вы у них просят, а я вам расскажу. Да, сейчас Амиллеру позвоню. Значит, Gazprom Инвест Холдинга. Так. О компании. Является членом Национальной Ассоциации участников фондового рынка. Науфор. Имеет лицензии профессионального участника ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности, брокерской деятельности, деятельности, поправлению ценными бумагами. Это вы про кого читаете? Это я читаю про Gazprom Инвест Холдинг. На его же сайте. Но вы не сможете с ними работать. Как физлицов вы не сможете с ними работать? Пока что вы... Мне надо ваши слова проверять. Потому что вы сказали, что не брокер, а оказывается брокер. Теперь вы говорите, не смогу. Юргий, вы проверяете мои слова не в том русле. Мы можем с вами говорить про Альфа-банк, про Газпром. Мне максимально удобно. Дело не в этом. Я говорю за то, что вы не те слова проверяете. Вы общаетесь с моим компанией. Поэтому я предлагаю говорить именно про нашу компанию. И про нашу работу. А я вообще не знаю, откуда ваша компания взялась. Мне говорили от имени Газпром Инвест Холдинга. Теперь вдруг какой-то Юниш Лобал появился. Для чего он мне? Я не заказывал ничего такого. Что еще раз? Я говорю, я не заказывал никаких Юниш Лобалов. Юниш Лобал является международным брокером. По факту вы работаете через многие банки, даже через Юниш Лобал. Я скажу вам даже более. Юниш Лобал, Альфа-банк. Ну, это насчет Газпрома, помниваюсь. Теперь же, допустим, Альфа-банк это 100%. Вы можете в интернете более официально просто посмотреть. Они работают через международных партнеров, через международных брокеров. Сейчас, через санкции, очень многие банки работают именно через международных брокеров. Которые, по факту, никаким образом не относятся к Альфа-банку, центральному банку. Где вы зарегистрированы? Именно компания Юниш Лобал в Лондоне. В Лондоне. В Лондоне бросит лицензию. Да, хорошо, значит так. Тогда FCA регулятор должен быть. FCA регулятор? Да. Financial Conduct Authority. Орг-юкей. Так, я там нахожусь. Акцепт, все, через поисковик, назовите номер вашей лицензии. Юнь, если подождите, буквально минуты три, я вам ее продиктую. Ну, все, жду минуты три. Ожидайте. Как хорошо, что нет жены. Могу три дня не мыть посуду. Носки разбрасывать повсюду. Узкой лежат мне хоть бы хны. Алло, вы здесь? Да, да, алло. Так. Алло, алло. Алло, ну что, сейчас сбросился. У тебя сейчас перезвонит или нет? Ставим на паузу. Звонит на стырный. Алло. 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 Алло, алло. Как слышно? Ну, что у вас там со связью, связь не можете хорошую сделать? У нас со связью, все нормально, возможно, это у вас не плачко. У меня все четко. У меня все четко. Слушаю вас. Номер реценда 281, дробь 15. 281, дробь 15. А дробь это слэш, который направо наклонен? Ну, слэш, да. Дробь 15. Нет, нет, сверху налево наклонен. Верхняя часть куда, влево наклонена? Верхняя часть справа, нижняя часть влево. Все. У нас 81, дробь 15. Так, перейти. Здесь какой-то там, ну, что-то не видно вас тут, по этому номеру у вас найти невозможно. А тогда подавайте по имени. Юни. А где вы смотрите, подскажите? Где вы смотрите? Поисковик Financial Conduct Authority, FCA. Вы можете зайти на Банк России, там вы увидите. О, я давайте сейчас по-другому сделаю. Вы же мне из российского офиса звоните, правильно? Не из Лондона? Да. Из российского. Если вам сдали офис, значит, офис с частным лицом не сдают. Должна быть организация. Так, Е-Грюл. Открываем базу. Диктуйте ваш ИНН. А зачем вам наш ИНН? Что вам это даст? А зачем вы задаете мне вопрос? Вы просто диктуйте и все. Посмотрю, кто вы. Нет, подождите. Давайте сейчас начнем от обратного. Мне хотелось бы понять, в принципе, заинтересованы ли вы в работе с нами или нет? Или это просто пустой разговор? Странный вопрос. Вы, увы, это не странный вопрос. Поймите, мы не хотим брать в свое время то же с СССР. Мы – это кто? Я пока еще не понял, кто такой мы. Вот чтобы понять, кто такой мы... Да, ну как минимум я, как аналитик, который, возможно, дальше с вами будет работать. Понимаете, как минимум. Ну, вы не зарекаетесь. Сами себе... В общем, мне надо понять, кто такие вы. Вот понять я могу это по вашему ИНН. Если вы какой-то офис... Название компании, в которую я конкретно числюсь, да, как вы говорите, если вас не устраивает конкретно я, просто пейте «just to trade». Зачем мне «just to trade»? Вы мне дайте ИНН, вы находитесь в российском офисе. ИНН, вы все увидите. ИНН, вы все увидите. Но мне надо сейчас это увидеть. Вы же сидите в разговоре, пробиваете что-то. Возьмите, пробейте. «just to trade». Я хочу пробивать то, что мне надо, а не то, что вы хотите. Так вот, то есть... Я вообще не хочу, чтобы будет что-либо пробиваться. Я хотел бы с вами пообщаться, а вы весь разговор пробиваете. У меня нет времени на просто пообщаться. Пусто-порожные разговоры мне неинтересны. Если вы сидите в российском офисе, значит, у вас как-то представлены, как компания. Поэтому, если вам сдали офис, то, пожалуйста, назовите мне ИНН. ИНН компании, которой сдали офис в Российской Федерации. Я еще раз вам повторяю. Если вы выбьете название компании, вы сразу видите ИНН, моментально. Нет, мне надо, чтобы вы продиктовали. Потому что вы не «just to trade», вы сказали, что вы «uniglobal». ИНН – это площадка, это международная площадка. Нет, вы сказали, что «uniglobal» – это международный брокер. Международный брокер и международная площадка – это разные вещи. Не перебывайте на ходу. У вас все равно не получится. Я не знаю, ни в коем случае. Я вас спрашиваю, что такое НТ4, НТ5, вы знаете? Я жду ИНН, «uniglobal». Ну, вы не знаете, что такое НТ4, но о чем мы с вами общаемся? Вообще не знаю, что вы позворите здесь. Позвольте, Георгий, просто… Да я не знаю, честно говоря, кто позворит. Я просто объясню. Вы сейчас пополнили счет стильков инвестиций, вы считаете себя уже максимальным акционером. К сожалению, пока что вы и не имеете акционером. Поэтому, ну… ИНН диктуете вашей компании, сидящей в офисе? Я назвал название компании. Не ганьби, падлю конацію, не ганьби. Иди працювати, сидишь там, йолопи. Твоей мордякою можно башню танка заклинити. Ты замість того, что ты патріот… А где вы спели, окраинские… Если ты патріот, Украина, то тебе лечить быть где-то там ближе до патріотов и других. А ты сидишь здоровенный бовдор у кол-центра с дівчатками. И намагаюся щось тут мене розповісти. Заліз у сыту корито, и сидишь тут някай щось, йолопи. Навіть розвезти нормально не можеш. Я не понимаю украинский язык. Я не понимаю украинский. Да не, не, не. Это просто я процитировал тут стихотворение. Было? А че по-украински? Это ж не по-украински. Это по-киргизски было. Че вы сказали, что украинский? Украинский язык я знаю, как слышать. Это как вы знаете, если вы сказали, что вы не понимаете? Ну, понимать и знать – это разные вещи. А, серьезно, серьезно. Желаю вам всего хорошего. Всего хорошего вам желаю. Геть, звіцзи, ганьба. Ганьба тобі, ганьба. Здоровенна мордяка садить. Здрасте, а кто это? Меня зовут Александра. Приятно с вами познакомиться. Здравствуйте, Саша. Вы ранее интересовались для себя источниками дополнительного дохода? Но вам не подошли условия сотрудничества с нашей компанией «Квантом». У нас условия изменились. Вам интересно будет вас слышать? Ну, конечно. Хорошо, вы подскажите, как давно для себя ищете дополнительные источники дохода? С момента нашего предыдущего разговора вот это обстоятельство у меня, ну, ни грамма не изменилась. Что я в прошлый раз говорю, то я сейчас скажу. А что вас в прошлый раз остановило? А меня что-то останавливало в прошлый раз? Да, да. Что конкретно, вы подскажите, вам не подошло тогда? Условия не подошли, условия. А что у вас изменилось? Вы подскажите, вот почему тогда не решились? Ну, не подошли условия. Я поняла. А что конкретнее скажете? Ну, конкретнее условия не подошли. Ну, девушка, что вам... Хорошо. Хорошо, Федор. Смотрите. Ну, чтобы я понимала, с чего отсталкиваться, вы скажите, на какой дополнительный доход вы рассчитываете? Сотрудничество с нами. Я не рассчитывал ничего. Я вообще... Вы обратились на конкретное за этим? Максимально возможное. Максимально возможно. Буду работать и стараться не упустить ни копейки. Хорошо, договорились. А сколько времени вы готовы этому уделять в день? Ну, времени не больше... Не больше... Восьми часов в день. Больше не могу. Договорились. Уложимся. Хорошо. А вы, если сейчас я так поняла, на пенсии или на отдыхе? Времени довольно-таки много у вас. Не, времени у меня сейчас 17 часов. Как и у вас. Я поняла. Я вам не этот вопрос задаю. А какой момент задаю? Вы говорите, что 8 часов готовы уделять времени этой сфере. Ну, максимум понадобится 30-40 минут в день. Вы подскажите, у вас так много свободного времени, на что тратите свое драгоценное время? Культурно развиваюсь. Слушаю музыку. Сплю. Не без этого. Читаю стихи. Иногда пишу стихи. Хожу на рыбалку. Ничего себе. Хожу за грибами. Обычно до обеда я хожу за грибами, а после обеда они за мной начинают. С фирмы смотрю. Ага. Ух ты. Вы так всесторонне развитый человек. А, стреляю. Даже приятно, да? Стреляю еще. Да. Чего стреляете? С пистолета. Ничего себе, сколько? У меня тетеха. Тетеха и беретта. Две. Ух ты. Ничего себе. Ну. Это довольно-таки интересно. Я боюсь, даже предположить, откуда у вас. По банкам стреляю. Периодически. По мишеням, по банкам. Ничего себе. Ну да. Ну, у меня папа военный тоже как раз меня обучал в стрельбе. Вот недавно не все банки, конечно, рады, что я по ним шмаляю. ВТБ, допустим, очень сильно протестует против этого. Хорошо. Довольно-таки интересное у вас увлечение. Хорошо. Хорошо. А вы мне скажите, вам будет комфортно общаться с аналитиком по поводу вашего дополнительного дохода? Или вы хотите сами этим заниматься? А он глазки не будет мне строить? И с неприличными предложениями не будет приставать? А нужно? Нет, я пытаюсь ответить на ваш вопрос. Комфортно мне будет или некомфортно? Я должен понимать, как он будет себя вести. Вы будете общаться в том формате, в котором будет комфортен вам конкретно. А если я буду общаться в том формате, который будет комфортен мне, то мне будет комфортно общаться с аналитиком. Это я совершенно точно могу предположить. Хорошо. Договорились тогда. Давайте тогда конкретнее разберемся именно в самом формате работы. Но перед этим мне важно понимать, есть ли у вас сейчас обязательства перед банками. Потому что у нас проект поддерживается государством сейчас? И... Хорошо. А у этого у вас кредиты? Нет. Или кредитная карта? Нет. А чем вы банку обязаны? Я обещал банку ВТБ не стрелять по банкам. Я поняла. Хорошо. А в микрокредитной организации вы обращались за услугами? Никогда. Это замечательно. Давайте тогда попоробнее в вопросе разбираться, как конкретно мы здесь с вами будем зарабатывать. Если у вас появятся в ходе разговора какие-то вопросы, вы не стесняйтесь и их задавайте. Так я сейчас задам. Я сейчас задам. Да, спрашивайте. Вы говорили, у вас условия изменились. Да. Раскройте, пожалуйста, эту тему. Ну, конкретно у нас изменилось там формат работы, формат сотрудничества в плане вот именно в нюансах. В каких нюансах? Довольно-таки большой список. Список чего? А что конкретно вас интересует? Что именно изменилось? А что вас интересует конкретно? Мне все интересует, все изменения очень интересуют. Много я вам сейчас о них расскажу. Давайте только постепенно. Договорились? Договорились. Я вам это и сейчас пытаюсь изложить. А вы скажите, вы, Таня, что-то о бирже слышали? Ну, конечно, я даже фильм смотрел. Волк, Солл-стрит. Ничего себе. Интересный довольно-таки фильм. Хорошо. Как работает биржа, вы примерно понимаете. Ну да. Как вы считаете, вы можете зарабатывать? С утра открылось, вечером закрылось. Примерно так. Как вы считаете, вы можете зарабатывать на различных активах на бирже? Думаю, могу. А на каких, как вы думаете? На всех, как вы думаете? На всех, думаю, могу. На каких это? Например? Ну, на акциях могу. На валютных парах могу. На селье я могу. Да и на криптовалюте я могу. На все я могу. Да, в принципе, все верно. Но как вы считаете, у вас сейчас, в данный момент, есть возможность анализировать рынок и понимать самостоятельно, когда лучше эти активы купить и когда продать? Возможность есть. Конечно, есть. Так. Хорошо. А понимание того, когда это лучше сделать? Ну, тут уже начинаются проблемки. Почему? Ну, как такового понимания, именно в плане понимания рынка у меня как бы и нету, но я знаю, где его взять. Где подскажите? Надо найти узнающего человека, напоить его, и он в этом состоянии все выболтает. А мне главное, надо записывать, записывать то, что он будет говорить, и потом воплощать в жизнь. Так, наверное, так провернуть, я думаю, получится пару раз в неделю максимум, потому что люди столько не пьют. Да, только пару раз, потому что если чаще, то очень скоро я этого аналитика потеряю. Все верно. У него просто не останется времени анализировать рынок. Ну да. Ну да. Ну да. Вы абсолютно правы. Хорошо. У вас такой формат работы. Будет комфортным? А в чем формат? Я ничего не понял. Он мне будет рассказывать, а я буду слушать, да? Да. Вы смотрите, вам нужно будет выделять этому где-то раз в 2-3 дня диалогу под 40-60 минут времени своего для того, чтобы открыть сделку, получить свою на этом прибыль. А еще какие форматы есть? На первые 10. Конкретно этот самый такой обновленный, скажем так. А еще какие есть? А почему спрашиваете? Вам этот не подходит? Не надо сравнить. Вдруг у вас есть формат следующего плана. Я в шезлонге развалился на краю бассейна, любезно предоставленного мне аналитиком. В это время чернокожие невольницы с белоснежными опахалами стоят по бокам и защищают меня от солнца. Я подтягиваю джуз, мартини, чемоданы. А аналитики только приносят деньги и уносят их в мое хранилище. Вдруг у вас есть такой формат? Ну, если такой, да, есть, то меня бы он устроил больше. Нет, такого нет на самом деле, потому что аналитики, ну, скажем, это не слуги. А, по сути, скажем так, они предоставляют вам услуги определенные, за которые получают тоже свою оплату. Не слуги, а услуги. Я понял. А какие еще есть кроме выше озвученного вами? Если вас интересует конкретно формат пассивной более работы, то есть если у вас нет времени выделять аналитику, есть формат автоторговли. Но в чем разница, смотрите, я вам объясню. С аналитиком за первые 10 сделок будет прибыль около 70%. Вот сумма вашего счета. С 7-10 или 70? С 7-10. А автоторговля, ну, если по прогнозу смотреть, по статистике, то это не более 40%. Не более 40%, но мне не надо терпеть будет морду аналитика. Я правильно понял? А зачем? Вот. Ну, давайте... Зачем вам видеть его лицо? Ну, давайте тогда робот... Вам главное лучше, что он говорит. Давайте робот, давайте тогда. Робот мне тогда больше. Чтобы не видеть аналитика, у меня даже и потеря доходности... Да! Ну, тогда точно робот нужен. Я за робот. Хорошо. А если аналитик будет женщина? Даже в этом случае. А мы точно будем общаться по телефону. Потому что мне как-то по телефону все равно с кем общаться. Хоть женщина, хоть ба-баб в стрингах. Вам просто не нравится сам факт общения по телефону? Хорошо. Мне нравится, что я смогу получать деньги, и при этом не надо будет ни с кем беседовать, и никто не будет мне задавать какие-то вопросы такие вот, не нравящиеся мне речник, ничью душную терпеть не надо будет. То есть, здесь с роботом мы как-нибудь там побеседуемся. Роботы обычно более обознанные, чем люди. У них целый гугл под рукой. Они сами гуглят, отвечают. Хорошо. Как вам будет удобнее? Попадется какой-нибудь, какая-нибудь Грымза. С утра позвонила, а вы уже встали. Если вам не понравится, вы же можете сменить аналитика. Сменить аналитиков? А можно всех посмотреть? Да. Аналитиков. Вам предложат одного. Если вам не понравится с ним общение, если он… Ну, мы все люди, есть, знаете, вот первое впечатление от человека. Если вам он не понравится, вот, ну, не знаю, как-то не расположил он вас, то вы можете ее сменить. Потому что основное в работе именно с людьми, которые как бы, условно, в инвестициях работают, это доверительные отношения. Если вас человек к себе не расположил, то вы ему, соответственно, вот он вам скажет, сейчас выгодно открыть эту сделку. Вы такие, ну, нет, я не хочу этого делать. Обоснуй, скажу я. Вы не заработаете, аналитик не заработает. А он скажет, ну, чувствуя, что выгодно. Мамой, клянусь, выгодно. Нет, есть просто обоснованные новостные события. Например, сегодня такое есть, я могу вам чуть позже об этом рассказать, на которых люди зарабатывают. Расскажите сейчас, что тянуть. Расскажите сейчас. Вас заинтересовало возможность заработать вместе с нами? Да. Я не до конца уверена. А что мне надо сделать? Клянусь соседским поросенком. Я разманела. Вы, ну, в целом, по поводу формата работы определились, какой вам будет комфорт? Что значит, какой? Более привлекательный. Какой у вас? Сколько у вас? Автоторговля. А, авто, два формата. Ну, мне больше нравится робот. Работа с аналитиком это 70. Работа с аналитиком это 70. Как вам будет угодно? Как вам будет угодно? Да, да, да. Хорошо. По поводу того, где будут храниться ваши деньги, я считаю, что этому стоит уделить особое внимание, потому что могут на этом этапе возникнуть у вас какие-то вопросы. Поэтому я на них заранее отвечу. Хорошо. Вот будет счет, к которому будет подключен робот по автоторговле. Это инвестиционный счет, которым управляете только вы. Никто из компаний, из наших сотрудников или вышестоящих должностей не имеет доступа и в принципе не планирует ввести. Точно? Вы открываете этот счет с помощью абсолютно точно. Зачем? Это уже доказано? Британские ученые это доказали? Да, абсолютно верно. Я вам объясню. Совсем-совсем никто не имеет доступа к моему счету? Вы имеете доступа к моему счету? Ну, кроме меня. Вообще-вообще никто? Нет. Из нашей компании нет. А из каких компаний других имеют? Если вы передадите данные, это будет кто-то иметь. Они с вашей компанией имеют кто-то? А с какой, например? Ну, с другой какой-то не вашей. Важишь, есть компания. Есть же в мире компании, которые не ваши. Да. Да. А когда они могут получить доступ к вашему счету? Ну, никто не имеет вообще. Ни с вашей, ни с не вашей компанией. Вообще никто из компании не имеет доступ к счету. Я правильно понял? Нет. Правильно вы поняли? Правильно. Вообще ни одна в мире компания не имеет доступ к счету. Я правильно понимаю? А в чем заключается ваш вопрос? Вы уже четвертый раз об этом спрашиваете? Ну, мне просто важно зафиксировать информацию. Касательно моего счета. Зафиксировали? Да. Да, зафиксировали. Ну, да. Все зафиксировал. На этом этапе понятно? На этом этапе, да. Вы свой счет открываете с помощью своего банка. То есть банк является гарантом сохранности ваших средств. Угу. Подключается к нему в вашем случае робот. Угу. И совершается автосорговля. По поводу выплат от средств. Выводить можно на карту, в принципе, любого банка, который вам будет удобен. Угу. Ну, например, вы пользуетесь ли банками в телефоне? Так я понимаю? У меня есть большое сомнение на этот счет. У насчет чего? Пользуетесь ли вы банками в телефоне? Мне кажется, учитывая те процентные ставки, которые дают банки, мне кажется, это они пользуются мной. Ну, отчасти да. Да. Так оно и есть. Так оно и есть. Хорошо. На мой вопрос ответить, а вы пользуетесь банками в телефоне? Да пользуюсь, пользуюсь. Чего бы нет? Вот. Таким же принципом работает ваш... То есть вы управляете с телефона, с компьютера, с любого девайса, который будет удобен вам. Приложение можно установить и так далее. А, там приложение есть даже. Ну, хорошо, установим. Естественно. Естественно. Все это сделаем. Угу. Выводить на карту можно, пользоваться свободно. Получаем мы свою оплату только тогда, когда вы будете выводить свои средства. Это, безусловно, 10% комиссии, например, вы выводите 10 тысяч своей прибыли, которую вы заработали себе на карту. Вам на карту поступают 9 тысяч рублей. Это наша комиссия за услуги. А кто сразу автоматически забирается эта комиссия? Разберемся. Вас это сильно волнует автоматически или нет? Ну, конечно. Я сейчас сейчас пытаюсь разобраться, как будет забираться комиссия. То я с утра проснусь, гляну на счет. Да. И начну орать. Рятуете, украли деньги. Оказывается, это комиссия автоматически. Нет. Он не снимется автоматически, а только тогда, когда вы будете выводить свои средства. Он не снимает за пользование. Так автоматически или как? Или как? Или в режиме полуавтомата? Да. А какие варианты вы себе представляете? Я вообще себе... Если я представляю какой-то вариант, то он... Так что у меня ничего не берется. А если какие-то... Вы же понимаете, что это нелогично, как минимум. Ну да, нелогично. Вы же за спасибо работать не будете. Любые услуги должны быть оплачиваемы. Да. Так вот мне интересно, вот как берется комиссия? Процедура комиссионная какая? Если вас конкретно волнует техническая часть, я просто в этом не сильно разбираюсь. Я могу вас сейчас соединить с отделом финансовым, который вам в этом более детально поможет разобраться. Меня гуманитарная часть волнует. Меня гуманитарная волнует сейчас. Вы мне скажите, сами я буду потом отправлять вам сам деньги или вы с помощью каких-то средств возьмете? У меня технические какие-то нюансы, они меня не интересуют сейчас. Мне просто принцип нужен. Паша, давайте я вас соединить с финансовым отделом, он поможет вам разобраться в этом. Но меня же не интересует техническая часть. Зачем меня соединяете? Я вам пытаюсь дать ответ на ваш вопрос. Я задаю вас с человеком, который в полной мере даст вам информацию, которая вам интересна. Я же не задавал вам вопрос, а можете ли вы меня соединить с финансовым отделом? Такого вопроса не было. Нет. Нет. Я пытаюсь ответить на ваш вопрос и задаю вас со специалистом, который в полной мере может дать вам ответы на ваши вопросы в этом формате. Я полных не люблю. Все классно? Ну хорошо, давайте. Ладно, что кого-нибудь там. Кого не жалко. Хорошо. Хорошо. Ожидайте. На линии я вас соединяю. Это займет до полуминуты. Договорили? Длинновато, конечно. Ну давайте, ладно, потерплю. Хорошо. Алло, девушка, девушка. Алло. Алло, да. Добрый день. Алло, да. Здравствуйте. Мне девушка тут только что пыталась с кем-то соединить. Вы тот? Самый? Тот. Ну, скорее всего, да. Вот. Поскольку переключили звонок на меня, вы общались с менеджером, я представлюсь, что вы не делаете. Для начала. Мое имя Синица Иван Николаевич. Рад познакомиться. Федор, правильно? Да, Федор. Замечательно. Подскажите, чем могу быть вам полезен? Я вообще не знаю, чем вы можете быть полезен. Я мило общался с девушкой. Вдруг она... Может, ей надо носик было попудрить? Я не знаю. С низкого старта начала мне рассказывать, что она сейчас перейдет на финансовый отдел. Никакая не пытался отбиться от этого. Говорю, да девушка, да вы мне ответьте. Да ну, не надо такие серьезные меры принимать. Как она ни в какую, перевела и все. Она сейчас... Вы ее видите, эту девушку? Нет, я вижу. Может, она не просто не отбрасывает тень? Вы мне подскажите, Федор. А вы часто вообще это делаете? Ну, жена не жалуется. Я понял. Я имел ввиду немножечко другое. Как часто вы дебила из себя строите? Обычно, когда общаюсь с дебилами, то стараюсь немножко спустить себя на их уровень. Я понял. Но это ни к чему хорошему вас не приведет. И ни к чему плохому тоже. Давай вам ничего хорошего. Да, да, да. Слился пупсик. Канал МАФ благодарит всех, кто принял участие в его жизни донатом, лайком, уместным комментарием. Благодаря вашей активности у нас не пропадает желание творить. Всем всего доброго и не давайте себя одурачить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА